Привет, друзья! В этом небольшом видео мы посмотрим на различия между союзом и ле и послелогом и ле. И союз, и послелог пишутся одинаково, а также имеют свойство присоединяться к слову в виде аффикса ла-ле. В чем же тогда разница? Давайте посмотрим. Союз и ле соединяет равнозначные объекты. Объекты объединяются в группу, и далее мы ведем речь об этой группе объектов. Получается, что речь идет о нескольких предметах. Случаи с послелогом или ситуация другая. У нас есть главный объект и вспомогательный объект, правильнее его назвать субъект, так как он не главный в предложении. Речь в первую очередь идет о главном объекте. Для наглядности давайте посмотрим на похожие примеры. Такой пример. Мурат ла-хакан конушьерлар. Или то же самое, но с союзом и ле в виде аффикса. Мурат ла-хакан конушьерлар. У нас здесь есть два объекта, которые соединены в одно целое. Это Мурат и Хакан. Можем заменить их местоимением они. И далее мы говорим о том, что они совершают действие. Они разговаривают. Мы не можем поставить глагол в единственном числе. Не можем сказать Мурат и Ле-хакан конушьер. Потому что у нас два объекта, и каждый из них выполняет действие. Поэтому мы говорим конушьерлар. Они разговаривают. Теперь пример предложения с послелогом и Ле. Здесь у нас главный объект, о котором мы ведем речь, это Мурат. И этот объект совершает действие. Он разговаривает. Разговаривает с помогательным объектом, то есть субъектом, кем у нас является Хакан. Поэтому наш глагол стоит в единственном числе. Мурат разговаривает. С кем разговаривает? С Хаканом. В варианте с оюзом и Ле мы ведем речь о группе объектов, которые совершают действие. А в варианте с послелогом и Ле мы ведем речь об одном объекте, который совершает действие с субъектом. Еще похожий пример. Я и моя супруга едем на отдых. У нас есть два объекта. Первый это я, а второй это моя супруга. И мы совершаем действие. Едем на отдых. А в другом примере. Главный объект это я. Я совершаю действие, еду на отдых. Бен гидьорум. Кимин ле гидьорум. С кем я еду? С супругой. Думаю, вы должны уловить разницу. И возьмем еще пару примеров и рассмотрим, каким образом можно проверить. Или у нас послелог, или союз. Примеры такие. Для того, чтобы проверить, чем является или союзом или послелогом, можно подставить вместо или союз ве. Если это можно сделать, значит или у нас союз. Если нельзя, то или послелог. В предложении армут или эльма, мей ве и симлеридер, мы можем заменить или на союз ве. Получим предложение с таким же значением. Армут, ве эльма, мей ве и симлеридер. Значит в этом предложении или у нас является союзом. А в предложении али телефон на герющер, мы не можем заменить или на ве. Потому что получим али телефон ве герющер. Али телефон и разговаривает. Это не связанное предложение, а значит или здесь является послелогом. Надеюсь этот урок был вам полезен. Встретимся в следующем видео.